Фоносемантика Привет. С вами Корней. Сегодня я хочу поговорить о психолингвистике. А именно о таком её разделе, как фоносемантика. Фоносемантика это наука, изучающая наше подсознательное восприятие звуков. То есть мы все в той или иной степени наделены синестезией. Звуки кажутся нам обладающими определенными качествами. Какие-то звуки могут казаться нам холодными, какие-то горячими, какие-то светлыми, какие-то тёмными и так далее. Для чего это нужно? Дело в том, что используя фоносемантику, мы можем подобрать себе второе имя, которое может нам помочь. Дело в том, что человек воспринимает свое собственное имя практически как часть самого себя. И в то же время имя состоит из определенных звуков, которые наделены для нас какими-то качествами. И соответственно эти качества мы переносим на свою личность. То есть наше имя влияет на нас. Это влияние может быть как положительным, так и отрицательным. Потому что имя нам дают родители. Оно достается нам практически случайно. И хорошо, если имя соответствует нашим природным данным. Нашему врожденному темпераменту. Тогда оно помогает нам. Оно действует как усилитель. Оно позволяет нам раскрыться и следовательно быть более удачливыми в жизни. Но чаще всего имя вступает с нашим характером в противоречие. И оно действует как некий сдерживающий фактор. Подобрав второе имя, мы можем эту ситуацию исправить. И если мы начнём использовать это второе имя, например, в интернете. То через некоторое время мы неизбежно начнём относиться к нему так же как к своему имени. Как к части самого себя. И тогда это второе имя заработает. Вы видите перед собой три таблицы. Я составил их на основе работ советского психолога и лингвиста Журавлёва. Он провёл очень большие статистические исследования. И здесь, в этих таблицах, выражены две главные характеристики звуков. По одной линии, по горизонтали. Это сочетание сила и ум. То есть, чем больше звук выражает силу, тем меньше он выражает ум. И наоборот. Это выражено через знаки плюс и минус. В названиях слов. И соответственно в столбцах. Положительный и отрицательный. То же самое касается вертикальной черты. Это миролюбие, что выражено плюсом. И агрессия, что выражено минусом. Для примера я вам покажу, как можно вычислить характеристику имени. У меня есть знакомая девушка. Её зовут Инна. Я для удобства запишу английскими буквами. Чтобы было понятно всем моим зрителям. Итак, первая буква И. Характеристики минус 1 и плюс 1. Поскольку буква первая, мы умножаем эти значения на 2. Делаем мы это потому, что первая буква играет более важное значение в слове, в имени. Н. Находим букву N. Соответственно значение 0 и плюс 1. То есть умножать уже не надо в дальнейшем. Снова N. То же самое. И буква А. Она находится в той же части таблицы. То есть тоже 0 и плюс 1. Складываем получившиеся значения. Минус 2 и плюс 5. Минус 2. Отрицательное значение в горизонтальной части. Это ум. И положительное вертикальное значение. Это миролюбие. То есть характеристика звукосочетания Инна. Это сочетание ума и миролюбие. Причём в основном миролюбие. Ну это можно немного усложнить. Потому что любая пара из этой таблицы дает ещё и промежуточное значение. Миролюбие и ум. Промежуточное значение творчества. То есть это звукосочетание позволяет человеку раскрыть свой творческий потенциал. Это в идеале. Но дело в том, что так получится только если имя подходит человеку. Если в нём это заложено природой эти качества. Так вот реальной Инне, которую я знаю, это не подходит совершенно. Чувствуется, что она вовсе не миролюбивый человек. А наделённой агрессией. Что получается в итоге? В итоге там, где агрессия была бы уместна, её что-то как будто сдерживает. Имя мешает это сделать. И в то же время там, где миролюбие не уместно, она всё равно его проявляет. То есть это как раз тот случай, когда человеку совсем не помешало бы составить себе второе имя. Я предвижу некоторые вопросы со стороны своих зрителей. И постараюсь сразу на них ответить. Во-первых, вы видите, что таблица составлена на трёх языках. Это русский, испанский и английский. На самом деле они почти полностью дублируют друг друга. Потому что журавлёвым было доказано, что носители разных языков воспринимают разные звуки приблизительно одинаково. Но если вы говорите на каком-то другом языке, то используя английскую таблицу, а ведь все знают, как звучат английские буквы. Вы всё равно можете просчитать всё, что вам необходимо в любом слове. Кроме того, вы видите, что есть не только буквы, но и сочетания букв из двух букв. Которые выражают один звук. Если в слове появляется такое сочетание, то нужно считать это одной буквой. В русском языке такой ситуации не возникает. Потому что русский алфавит практически идеально подходит к русскому языку. Также может возникнуть вопрос следующий. Дело в том, что в любом языке иногда произношение отличается от того, как слово пишется. Так вот, нужно обращать внимание только на то, как слово написано. Потому что даже если мы произносим иначе, мы всё равно подсознательно понимаем, какой звук на самом деле стоит. В завершение я приведу вам ещё один пример. Чтобы вам было понятнее, как это делается. Я возьму имя вымышленного персонажа из фильма Матрица. Нео. Посмотрим, какую характеристику несёт такое звукосочетание. Буква N. Ноль плюс один. Поскольку буква первая умножаем на два. Ноль плюс два. Е. Ноль минус один. О. Плюс один. Плюс один. В результате мы получаем плюс один. И плюс два. Это звукосочетание наделено такими характеристиками, как сила и миролюбие. Глядя на эту схему, мы видим, что миролюбие и сила дают благородство. И действительно, персонаж Нео, мне кажется, очень благородным героем. И, кстати говоря, литературным персонажам, их имена, как правило, очень хорошо подходят. Потому что автор, зная каков его герой, подсознательно подбирает ему правильное имя. А в реальной жизни такое встречается не так уж и часто. Но теперь, вы можете подобрать себе правильное имя. И оно будет помогать вам. С вами был Корней. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok